Действительно, программа «Персональный ваш». Ольга Оксана Пашина, извините, Алексей Журавлёв и у нас в гостях музыкант... Алексей Гусаров. Андрей Макаревич. Так. Или вы уже тайно поженились с Олей, я ничего не знаю. Ты взял ее фамилию. Нет. Сенсация в прямом эфире, сенсация. «Персональный ваш» действительно Андрей Макаревич. И вы можете задать свой вопрос, прислав нам смс на номер плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Сейчас все связано с выборами. Осталось считанные дни. Стоит вообще идти голосовать? Конечно. Почему? Потому что это все равно шанс что-то изменить к лучшему. Ну вот эту Госдуму шестого созыва часто называли бешеным принтером. Там же тоже были приличные люди. Ну вы помните, с каким скандалом были связаны эти предыдущие выборы, с какими демонстрациями, с какими вбросами. И я очень надеюсь, какие-то уроки из этого извлекли. И все-таки, ну я всегда оптимистично смотрю на вещи. Я думаю, что эти выборы будут хотя бы частично отличаться. А частные выборы могут потом что-то изменить в стране? Конечно. Ровно столько, сколько может изменить в стране законодательное собрание. И тем не менее, есть ли какой-то способ преодолеть вот эту апатию? Я говорила и в прошлом часе об этом, и сейчас скажу, потому что пишут об этом слушатели. Есть апатия среди избирателей, которые ни во что не верят. Они не так оптимистично настроены, как вы. Они говорят, ничего не изменится. Мы не хотим. И даже если мы придем, все равно неправильно посчитают. Мы ни на что не можем повлиять. Есть такие, а есть и не такие. А как вот тем, которые не верят, объявят? Вот мы сейчас садим и говорим про это по радио. Кто-то послушает и подумает, ну чего он. Если Макаревич собрался идти голосовать, может, и я схожу. А вы пойдете? А пойду. Осталось только еще сказать за кого? Я пойду за Яблоко голосовать. И скорее даже вот за тех людей, которые вошли в этот раз в блок. Потому что я знаю Шлозберга, я знаю Гудкова, я знаю Ружкова. И я убежден, что чем таких людей в Думе у нас будет больше, тем нам будет лучше. То есть вы верите, что даже это небольшое количество, ну так скажем, оппозиционных депутатов в Госдуме может что-то изменить? Ну, был же Гудков в Госдуме. Да, он честно голосовал, правильно голосовал. Но это ничего не меняло. Пусть их будет больше. Что-то меняло все равно. Какой-то климат меняло. Ну, это, знаете, можно сравнить с Катинком Сахаровым, который, да... Да, я и к Сахарову отношусь с очень большим уважением. То есть даже это меньшинство все равно что-то может изменить. А как? Посмотрим. Не знаю. Надо делать то, что ты считаешь нужным делать. И другого варианта нет? М-а. А что сказать тем людям, которые говорят, мы не хотим в этом участвовать, у нас все равно не надо? Ничего им не надо говорить. Они никогда ни в чем не будут участвовать. Ну, есть такая инертная масса. Она всегда была и всегда будет. Раз уж мы никуда не можем уйти от политики, от выборов, то если задам вопрос Андрея из Великого Новгорода, он спрашивает, что такое, по вашему мнению, была партия «Гражданская платформа»? Почему из нее получилось то, что получилось? Партию просто отобрали. Я был не просто свидетелем, а я в этом участвовал. И, собственно, из нее хотели, по-моему, сделать то, что сейчас из себя представляет партия «Роста». Такую послушную, красивую историю. Вот, вроде бы как и оппозиционную, но не по-настоящему. А когда увидели, что это не получается, потому что не те люди там просто собрались, а люди там были замечательные. Вот ее отобрали. Ее отобрали. Вообщем, это дважды происходило. Но и второй раз просто уже, наверное, не хватило силы и желания по-третьему все это начинать. А в реинкарнацию такой силы, которую бы представляла бизнесмена, вы не верите? Посмотрим. Посмотрим. Я вообще верю во все хорошее. И Бог. Наталья спрашивает вас, а почему вы сами не идете в депутаты? Страна вас знает и любит. Вы бы точно прошли. Вот я сейчас все брошу, знаете, по анекдоту, да? И пойду в депутаты. Это, наверное, последнее, чем я в жизни займусь. Ну, а почему нет? Это реальный шанс, что ты изменишь, разумеет. Потому что, слушайте, я гораздо больше отношу реальной пользы к тем, что я делаю. Но каждый должен своим делом заниматься. Быть законодателем, это тоже профессия. И нечего там артистам делать, между нами говоря. А спортсменам? И спортсменам там нечего делать. Там юристы должны сидеть. Грамотные люди, которые понимают, что такое закон. А тогда не было бы такой чуши, которая не принимала вот эту думу предыдущего созыва. Когда закон принимается в первом чтении. Потом понимают, что он не может работать, потому что он сырой, как блин. Его надо доводить. Ну, зачем это все? Ну, там есть же юридический департамент. Там профессиональные юристы проверяют. Ведь его не хватает этого департамента. Ну, зачем? Ну, там должен быть профессионал. А может быть, там нужны не столько юристы, сколько разумный хотя бы один человек, который вышел бы и сказал, что вы что вообще творите-то? Вы что, с ума сошли? И это не повредит. Вот из-за них и голосов. Ну, будем надеяться, что такие будут. Вопросы от наших слушателей. Православные активисты из Новосибирска требуют выгнан Сергея Шнурова с Первого канала. Как вы относитесь к этому требованию? Ну, пусть требуют, Господи. Им же надо как-то светиться. Им надо показать, что они существуют. Православные активисты? Им дали задания. Ну, пускай они помажут своими тряпочками. Ну, что? И как вам заявление о том, что телевидение должно быть проводником государственной культурной политики? Хорошо, когда государственная политика является культурной. Тогда можно быть проводником. А сейчас есть такая политика? Не очень. Вот, кстати говоря, то ведомство, которое должно эту политику проводить, наверное, Минкульт, его руководитель Владимир Мединский сказал, что при выделении денег на кино они стараются проверять замысел фильма, ну, сценарий, на соответствии с исторической правдой. Сказал Мединский, рекламируя фильм «28 Панфиловцев». Если они это делают с помощью военно-исторического общества, я им сильно сочувствую. Вот это можно назвать формой цензуры? В какой-то степени да, конечно. А государство имеет на это право? Государство на это считает, что оно имеет на это право, потому что оно это финансирует. Ну, да. Государство говорит, снимайте кино про что хотите, но тогда ищите деньги сами. А если мы вам заказываем кино, то давайте делайте так, как нам нравится. Ну, это оправданная позиция? Нет. А почему? Потому что понятие искусства из этого вычеркивается, выносится за скобки вообще. Это приводит к жуткому снижению планки. Если мы вообще кино считаем искусством, а не орудием пропаганды, как Ленин думал, то... Вы же сталкивались с цензурой. Вас цензурировали в свое время, в вашу песню? Ну, в 80-е годы, конечно. Вот когда это было последний раз? Я думаю, что в году в 86-м. Я как раз родился в этом году. То есть, больше никто не смотрел, не заверял, не ставил никакие подписи? Нет. Пока нет. Как вы считаете, это время, оно может вернуться? А все кругами ходит. Это кто сказал? Замечательно, что история повторяется дважды. Один раз как трагедия, один раз для идиотов. Вот. Не исключено. А вы, ну как, вы к этому готовы? Что значит готов? Я привык решать проблемы по мере их поступления. Заранее готовится, неизвестно к чему, но что это такое? То есть, никакого самурайского настроя к самому худшему, это лишнее? Нет. Ну, надо спокойно воспринимать всякие глупости. Тем более, если у тебя уже есть некоторый опыт. А у вас опыт общения с цензорами, просто сейчас это редкость, но, видимо, для некоторых он окажется полезен. Вы как-то их обманывали. Или они к вам не цеплялись? Нет, они цеплялись. Это было ужасно, потому что это выматывало жилы. Это было глупо. Иногда они мучились сами, потому что это же были не цензоры, это были редакторы. Им было указание из Министерства культуры или из отдела горком партии, что надо повнимать, поработать надо с текстами. А что конкретно, им не говорили. Поэтому они садили, рассказывали, что так, что же здесь не так? Вот, как хорошо иметь свой дом, песня. Вы что имеете в виду? Что это за мелко-частнические настроения? Частная должность. Ну, вот до такой глупости, да? Им надо было показать, что они что-то переделали. Тогда они нельзя и свою зарплату получают, и сидят на своем месте. Но у сегодняшних сотрудников, мне кажется, внутренний центр работает лучше. Он тоньше настроен. Они, мне кажется, лучше чувствуют, где там что-то. Я, по счастью, с ними не сталкиваюсь сейчас. Камиль пишет. Да, не надо в Госдуму, музыкант от Бога. Не надо, не надо. Все верно. И, кстати, про выборы вопрос от Алихана. Если уж вы говорите, что вы сейчас будете голосовать за Яблоко, значит ли это, что на президентских выборах вы будете голосовать за Григория Юрьевского? Сейчас мы сделаем маленькую паузу на рекламу. Да, а ответ после короткой паузы. Персонально ваш. Реклама. Внимание! Избавься от телефона. Выйди из сети. Плати только наличными. Избегай камер. Беги. За тобой следят. Охота. Начинается 17 сентября на НТВ. Категория 16+. Здравствуйте. Я Григорий Явлинский. Власти Москвы уверены, что город принадлежит им. А мы считаем, что Москва – город для людей. Жителям решать, как проводить ремонт улицы дорог, где быть платным парковком, оплачивать ли капитальный ремонт чужих домов, что нужнее – парки или стройки. Яблоко настаивает на возвращении голоса жителям Москвы и предлагает вернуть в город референдум по жизненно важным вопросам. 18 сентября. Голосуем за Яблоко. Ну, собственно, вопрос тоже был про Яблоко. Да, если, я напомню, что Андрей Макаревич сказал, что собирается голосовать на выборах в Госдуму за Яблоко, значит ли это, что за Григория Явлинского как за президента России? Мы в такое живем динамичное время, что до президентских выборов еще может произойти очень много событий, могут появиться и новые кандидаты президента вполне. Поэтому я сейчас зарекаться не буду. То есть еще даже об этом не думаете? Нет, пока нет. Вопрос от Андрея. Как вам удается сохранить в себе чувство собственного достоинства и интеллигентность в обстановке повального хамства и ненависти в немалой степени обращенных против вас? Ведь действительно, вот в последнее время, я даже сужу по тем репликам и вопросам, которые приходят иногда на сайт и СМС-сообщения, наверное, вы привыкли к всеобщему поклонению, любви, восторгу, и это тоже есть. Но действительно, в последнее время много негатива, много негатива. Вообще, я стараюсь ни к чему не привыкать, а я думаю, меня просто, мои родители хорошо воспитали. И отзываться на хамство и реагировать, это значит становиться с хамом на одну ступеньку. Мне это неинтересно. А вокруг столько интересного и хорошего. Ну, чем будем тратить время жизни на всякие глупости? Слушатели Олег интересуются вашим отношением к партии Парнас. Честно говоря, я в последнее время не очень следил за их деятельностью. Вообще, поверьте мне, политика в моей жизни занимает гораздо меньше места, чем некоторые думают. Я вообще занимаюсь музыкой, я занимаюсь живописью. У нас сейчас идут концерты, у меня сейчас идет выставка. Да, недавно открылась на русске. Ну, да. И как бы вот это основной рот моих занятий. Вы счастливый человек. Наверное. Тем не менее, от политики, к сожалению, потому что выбор, послезавтра нам никуда не уйти. Вот интересен такой момент. Оппозиция вообще имеет шансы у нас как-то объединиться? Она разрозненная, она декларирует, да, мы хотим, замечательно, но на деле ничего не делает. И нужно ли это вообще? Ну, смотрите, вот Яблоко всегда отличалось тем, что, ну, невозможно было с ними договориться. Ну, не очень принципиально, да. Ни с кем. Однако, в этот раз что-то произошло, да, значит, что-то происходит, слава тебе, Господи. Ну, тем не менее, я бы не сказала, что Яблоко открыло просто объятия коллегам оппозиционеров. Ну, тем не менее, они все-таки очень избирательны. Избирательны, да, но все-таки что-то двигается. Может быть, меньше принципов и шире поля деятельности? Или это неправильно? Не знаю, не знаю, ей-богу, я не берусь давать им совета, но честно. Ну, Яблоко мне не дает совета, как играет легитарина. Ну, не конкретно, а вообще, вот что лучше, принципиальность, вот я считаю, что я принципиален, я последовательный, у меня правильная позиция. Но для того, чтобы достичь каких-то результатов, я должен поступить с принципами. Или нет, нужно твердо идти по своей дороге. То есть, для того, чтобы дать грамотный ответ, надо этим профессионально заниматься. Но это же и к жизни относится. Нет, есть специфика в любой деятельности. Вот врач, например, должен быть принципиальным, да? Если он не сделает операцию больным, он будет хуже, например, да? А политик, возможно, в какой-то момент должен отступить, а в какой-то момент должен ожесточиться. Это сложная игра очень, которой я не владею. И кому-то что-то советовать. У нас вообще странная пошла тенденция, меня дико бесит. Вот поймали там полковника Захарченко. Да, есть такой. Значит, с огромной суммой денег, нереальной. Он пока не... Он не осужден еще, слушайте. Его пока... И вот начинается. А что вы думаете? Да какая разница, что вы думаете? Давайте подождем, пока нам профессионалы, которые этим занимаются, расскажут, что там на самом деле. Правда? Ну, конечно. Что это мы все упражняемся в красноречии? И свои версии высказываем. Зачем? Но мы как раз час назад этим занимались. Ну, если только вы. Удивляет такая история с полковником, у которого 9 миллиардов наличных? Меня с ума удивляет. Все остальное меня совершенно не удивляет. То есть, только порядок? Да. Как будут голосовать ваши коллеги из машины времени? Не знаю. Не знаю. Они взрослые люди. Мы вообще не обсуждаем эти вещи. У вас нет политических разногласий с коллегами? Н-а. Насколько я знаю, нет. То есть, Крым и прочие события вас никак не разделили? Нас они абсолютно не разделили. Тем более, что у нас гораздо больше других точек соприкосновения. Это то, чем мы занимаемся. Понятно. Почему-то вас спрашивают очень много вопросов на эту тему. Хотите ли вы вернуть Крым Украине? Я? Именно вас. Завтра проснусь и поеду верну Крым Украине. Я думаю, что это рано или поздно произойдет в той или иной форме. А следом спрашивают опять же вас, как быть тогда с тем пророссийским населением, которое сейчас там на полуострове? Для этого очень хотелось бы иметь объективную картину. Насколько оно пророссийское, насколько оно велико и насколько оно не разочаровано тем, что произошло. Ну, наверное, после визита Дмитрия Медведева в Крым, некоторое разочарование произошло, когда он сказал, денег нет, но вы не держитесь. Ну, это только небольшая часть. Но, тем не менее, там же строятся какие-то дороги, там увеличили им пенсии и так далее. Не знаю, я там не был и, честно говоря, у меня нет большого желания туда сейчас ехать совсем. Я, кстати, понимаю, почему такие вопросы приходят, потому что, конечно, Андрей Макареевич не может завтра проснуться и вернуть Крым Украине, но он некий моральный авторитет, в том числе и для тех, кто задает эти вопросы. Полчаса назад Григорий Явлинский говорил, что хорошо бы, если бы в нашей стране был такой человек, не президент, не премьер-министр, просто такой человек, к чему мнению мы прислушивались. Поральный авторитет для людей. Вы бы могли бы, конечно, хотели бы стать таким? Нет. Нет? Нет, не хотел бы, потому что это очень большая мера ответственности. Я выражаю свое мнение, но только мое мнение. И вести за собой массы, это совершенно не мое. А кто бы, на ваш взгляд, из наших современников мог бы стать таким человеком? Не знаю. Думаю, что, когда он появится, мы его увидим. И сразу поймем. Без моих подсказок, без посторонней помощи. То есть, сейчас такого нет? Мы его не видим? По-моему, их может быть несколько, но какого-то одного такого, каким был, скажем, тот же Сахаров или там Академик Лихачев, нет? А несколько это кто? Ну, что я буду перечислять? Вдруг кто-нибудь тебя обидит, с кого забудем? Ну, и замечательные люди, и среди актеров, и среди литераторов, и среди музыкантов. Тем не менее, какого-то явного лидера, такого властителя умов, его нет сейчас. Спрашивают, герой какого роста нынче? Валерий Александрович из Челябинска. Ну, очевидно, связь с вашей песней, герой маленького роста. Да вот все повторяется. Ну, наверное, бывает эпоха высоких героев, бывает эпоха маленьких героев, бывает эпоха вообще без героев, но все проходит, по счастью. А сейчас-то какая эпоха? Сейчас не очень яркая. То есть, без героев? По-моему, без. По большому счету, без. Печально это или нет? Это нормально, так обстоят дела. Не может быть время все время героическим. Не бывает такого. Ну, героическое время, это время, когда нужно как-то напрячься, да? А сейчас время, когда можно расслабиться, или я неправильно понимаю? Да вот я не считаю, что сейчас можно расслабляться, но какая-то усталость наблюдается у людей. Действительно. Усталость от героев или усталость от того, что нет уличных дел? От того, что происходит. От того, что много лапши на уши навешано. От того, что глаза открываются у кого-то. Разочарование. Потому что, если все так хорошо, то почему все так плохо? И так далее. Вот хороший вопрос, да? Если все так хорошо, то почему все так плохо? А вот объясните мне одну вещь. Я вот не знаю, вот покоя. Вот мы сегодня, сегодня вся страна узнала, что, оказывается, в Новосибирске есть православные активисты. Ну, дай им Бог здоровья. Пусть они ходят молиться почаще там в свою церковь, да? Почему с такой легкостью? Им бесплатно, на всю страну, делается реклама, о которой мечтают просто. Это не реклама. А что это? Люди протестуют против чего-то. Другие люди могут услышать рекламу. Да, сегодня любое упоминание, есть реклама. Не важно, по какому пункту. Они не участвуют в выборах. Я даже не про выборы. Вот, бывает, пластиночку запишешь, и для того, чтобы рассказать человеку, что она существует, приходится тратить деньги, уговаривать, унижаться. А тут пукнул один раз. И по вся стране узнала сразу. А это талантливая пиар-компания. Вот здорово, да, молодцы. Хорошие пиарщики. Поглашайте их к себе. А это, как вы считаете, это скорее пиар активистов или это пиар Сергея Шнурова? Я думаю, что это и тема другим поможет. Хотя Шнурову пиар не нужен. Он, по-моему, более чем популярен. Но активисты теперь за его счет. Но, с другой стороны, мы же не помним их фамилий. Мы же забудем о них завтра же. Сейчас мы смотрим. За один день может штукдров наломать, между прочим. Пока не забыли. Ну, вот активисты активные, а тем не менее избиратели все-таки апатичные. Да разные. Владимир из Нижегородской области спрашивает. Вообще апатия в обществе – это предвестник бури или это такая кладбищенская тишина? Ну, вообще говоря, согласно закону физики, одно состояние сменяет другое. Так что я думаю, что апатия – это ненадолго. А на какой срок? Или нет таких прогнозов? Мало того, не знаю, во что она выявится. Как-то это тревожно прозвучало. Да. Но поживем – увидим, почему тревожно. Все это интересно. Ну, просто мы вот ищем разные сигналы, занимаемся таким гаданием иногда. Я не люблю гадания. Слушайте, я не глоба. А в воздухе что-то витает или ничего не витает? Тишина, безнадежность, денег нет для кого-то, а для кого-то есть 120 миллионов. Слушайте, когда занимаешься своим делом, ничего в воздухе не витает. Ты целиком погружен в свое занятие. И озабочен только тем, чтобы это у тебя получалось хорошо. А внешний мир часто вторгается в ваш такой невнутренний мир. Но вот вы создали свой идеальный мир, в котором вы занимаетесь своим делом. Вам часто мешают? Нет, мне чаще помогают как раз. Ко мне очень по-доброму относятся. Я это вижу каждый день, когда приходится решать какие-то маленькие проблемы, которые выходят за круг моей компетенции, скажем. В общем, я ни разу не получил какого-то отказа или не почувствовал какой-то нелюбви такой. И за последние годы не поменялось в этом смысле. Нет, все рассказывают, как они росли на моих песнях, как-то добреют душой. И слава тебе, Господи. Мир уточняет и в творчестве не возникает препятствия, имеется в виду отказ в представлении площадок и так далее. Нет ли вообще желания уехать из России и жить где-то в какой-то тихой благополучной стране? Ну, что я там буду делать? Ну, уеду я. И для кого-то будет нужно это мое творчество. Сам себе буду писать песни. Это мне очень интересно. Потом никто сегодня не ограничивает. Съезди куда-то, если хочешь. Я вот вернулся сейчас с путешествий по Боливии, например. Безумно интересно. Ну, а жить там... Ну, дай Бог, да. Как-то мне. Да. А по поводу препятствий, я не знаю. Вот все изменилось, пожалуй, на 180 градусов. Значит, в 80-е годы, когда мы уже были официальной командой, мы играли по всей стране, нас не пускали за границу, и нам нельзя было играть в Москве. А сейчас ровно наоборот, потому что в Москве мы играем, у нас через 4 дня концерт в Градском холле в центре Москвы, а, скажем, где-то там в Сибири, какой-то пугливый директор зала может отменить концерт. А чего он боится? Откуда я знаю, я с ним не общаюсь. Ну, какие-то предположения есть? Я не хочу даже предположать, не хочу думать об этом вообще. Боится? Ну, бог с ним, пусть побоится. То есть, у него какой-то внутренний сенсор срабатывает. Интересно, почему? Не знаю. Тем не менее, вы лукавите, вы говорите о том, что да, политика, я все это не вникаю, там должны заниматься профессионалы. Должны. Но вы пишете все-таки о жизни, не об отвлеченных материях. Я пишу о жизни, но не о политике. Очень противно, когда она вторгается в твою жизнь больше, чем надо. Я мечтал бы жить, не зная имен наших министров. А это происходит тогда, когда они хорошо делают свою работу, и претензий к ним не возникает. Вот до этого бы дожить, я был бы счастлив. Ну, вы знаете, вы смотрите телевизор, слушаете радио. Я не смотрю телевизор, но информация проникает, а слушаю радио в машине, конечно. А интернет? Интернет, ну, смотрю медузу, там, слона. Радик из Оренбургской области спрашивает, возвращаясь к вопросу о герое и о каком-то лидере. Героями становятся, они рождаются. Потенциальному герою нужен шанс, чтобы им стать. А есть ли такой шанс? Будет ли такой шанс? Я думаю, что не совсем так. Сначала надо, чтобы в обществе возникла потребность в этом герое. А когда потребность возникает, возникают и герои. То есть в обществе сейчас нет потребности? А какая потребность сейчас в обществе? Ну, черт их на это. Вот правда. Не знаю. Чтобы телевизор, не дай бог, не отключился. Не знаю. Надолго. Не знаю. У меня маленький джазовый клуб. Туда приходит 50 человек. Я вижу их лица. Я вижу, что им очень интересно то, что здесь происходит. Что они старались сюда попасть. Они приехали из другого города. Они получают огромную радость. Я получаю радость от того, что они пришли. Мне вполне этого достаточно. Здорово. Да. Мы просто сейчас с Оксаной сидим и вам очень громко молча завидуем. Это правда, да. Кстати, вам завидует еще один наш слушатель из Москвы, который не подписался. И который пишет. Такое ощущение, что вы живете в своем мире. Мало интересуетесь окружающей жизнью. Для этого нужно быть состоятельным. Я бы сказала, состоявшимся человеком. Я очень интересуюсь окружающей жизнью, потому что она включается, а не только политику. В жизни происходит и в мире происходит масса интересных вещей. Я впервые оказался в Мачу-Пикчу. Я мечтал там побывать всю свою жизнь. Не думал, что доеду. Это невероятно интересно. Ты начинаешь выяснять про этих людей, которые 500 лет назад не имели ни письменности, ни колеса. И построили такие сумасшедшие города на вершинных гор. Этим можно заниматься всю жизнь. Я вот как раз занимаюсь... Не занимаюсь, я завидую людям, которые погружаются в такую проблему. Они всю жизнь изучают инков, например. И они знают о них как никто. И они точно живут в своем мире совершенно. Им можно позавидовать. А у вас никогда, ну, вряд ли, но вдруг, я спрошу, не возникало желания, ну, сменить профессию? Нет. Все перезагрузить? Нет. Нет, нисколько. Ну, я, слава богу, я не одним делом занимаюсь. У меня довольно много занятий, поэтому не тянет меня куда-то еще. Мне хватает моих занятий вполне. А не возникает какого-то выгорания в какой-то области? В любви можно всегда брать. Я могу переключиться, если ты здесь устал, можно... Я могу переключиться на графику, я могу переключиться на какую-то эсоистику. Нет. Нет-нет, все в порядке, слава богу. Еще один вопрос о слушателе. Как можно повлиять на ментальность людей, тех, которых основная масса, так он пишет? Потому что невозможно ничего изменить в стране, если... Да, есть люди... Да не так, это поверьте. Но всегда основная масса была инертной. И уж в России-то, более чем где бы то ни было, всегда, и всегда, если происходили какие-то перемены, они были инициированы небольшой группой людей, очень активных. Какими были там большевики? Сколько их было по отношению к этой гигантской стране? Да, вот они взяли все, перевернулись ног на голову. Я очень не люблю такие повороты, но наивно предполагать, что действительно массы поднялись и массы что-то поменяли. Ничего массы не меняют. Массы ждут, что с ними сделают. Как-то непечально звучит. Массы ждут, что с ними сделают. Если выборы вот эти в Госдуму, но они не оправдают ожидания, ничего не изменится, не будет никакой реакции, будет такая же тишина. Как в 2011 году. Послушайте, а все равно что-то меняется, потому что мы не одни на планете. Происходят какие-то войны, к сожалению. Нас втягивают какие-то конфликты, мы сами туда влезаем. Меняются отношения между странами. В конце концов, происходят, не дай бог, какие-то геополитические катастрофы, географические катастрофы, землетрясения. Мы не знаем, что будет завтра. Астероид прилетит, например. И вот как изменится, например, отношение государств, когда выяснится, что месяц остался до падения астероида. Объединят они силы, чтобы как-то это дело избежать. Это не такая уж фантастика, например. Это вообще какой-то сценарий очень ударный. Были такие фильмы. Были про астероид, да. Но там не совсем была политика. Не совсем. А вам бы все про политику. А нам бы все. Это наш профиль. Можно сказать, наш хлеб. Да. Хорошо, не про политику. Людмила спрашивает. Да, вы рассказали о своих коллегах. А не теряли ли вы вообще друзей, каких-то близких людей в связи с разными политическими взглядами? Ну, опять про политику, но не совсем. Нет. Нет. Хотя могу сказать, что с одним моим школьным еще другом мы сейчас очень разъехались в политических взглядах. Это нам не мешает дружить, потому что... Ну, вот он любит Путина. Вот он считает, что это правильный выбор для России. А во всем остальном мы с ним совпадаем. А как вы с ним общаетесь? Вы встречаетесь и говорите обо всем, о чем угодно, кроме Путина. Об этом мы не говорим. Ну, мы даже не договариваемся. А уж если возникает такое какое-то вот желание подискутировать. Мы пишем друг другу письма, причем стараясь использовать литературный язык конца 19 века. На вы, с красивыми оборотами. И это поднимает форму изящной такой фолемики. В письмах свою позицию высказываете политическую. Но я пытаюсь его убедить, он пытается убедить меня. Это нормально. Но при этом вы же понимаете, наверное, что вы друг друга не переубеждаете. Это спор разве красоты или зачем? Да нет, я стараюсь его переубедить. Он старается переубедить меня. А, то есть все по-честному. Да. Но пока... Пока нет, нет, не двигается. Александр спрашивает, что делать людям, у которых эмоциональное выгорание? Удалиться во внутреннюю эмиграцию? Как медленно выиграть? Я не очень понимаю, что такое эмоциональное выгорание. Мне кажется, что столько всего интересного. Когда все достало, ничего не хочется. Ну, я не верю. Человек видел и пробовал ничтожную часть вообще того, что нам предлагает мир этот. Говорит, все видел. Ни верта-то не видел. Ничего-то не читал. Нигде-то не был. Это надо самому себя настроить просто правильно. Кстати, спрашивают, какую книгу вы недавно читали? Я читаю одновременно несколько книг. И тут вот мне сейчас все советуют черного лебедя. Никак из него не возьмусь. Мне интересно, кстати, рассказали вещь про этого колеба. Он же был бержевик. И бержевик он был страшно неудачный. Мой знакомый с ним работал просто в Америке. И поразительно, как человек, который совершенно провалился в этой профессии, учит весь мир. Значит, как это надо делать? Ну, то, что человек, который закончил свою жизнь в, простите, сумасшедшем доме, учил весь мир, как нужно общаться, строить отношения между людьми и добиваться успеха. Вот, собственно, результат такой. Так обычно и бывает. Верите ли вы в то, что все в жизни сбалансировано и вообще в баланс сил на земле, спрашивает Валерия из Коломны? Я верю, что природа тяготеет к гармонии, тяготеет к равновесию. Другое дело, что человек может, к сожалению, этот баланс здорово нарушать, потому что у него в руках сегодня такие силы, с которыми он даже не очень справляется. Философская пауза в нашем фильме, хатовская практика. Давайте ближе к телу, к делу. Какое блюдо вы приготовите по случаю победы яблоко, если яблоко победит, спрашивает Алексей. Или не будете готовить? Я собирался поехать на подводную охоту, но, по-моему, в Астрахани очень сейчас низкая вода. Там обычно закрывают плотину осенью. Вровень воды страшно падает. Так что с азаном не получится. А появились, кстати, новые хобби за последнее время? Нет. Нет, мне вполне хватает моих. Ну да, судя по вашему рассказам. Не оставляет тему православных активистов и Сергея Шнурова. Сергей из Челябинска пишет. Андрей, ну как вы можете не понимать, что Шнуров на сцене – это признак деградации общества? Ну не ходите на него. Ну вы не ходите. Послушайте, вас гонят селком. Переключите программу, елки-палки. Я не считаю, что это большая удача. Мне кажется, что когда Шнуров поет, это гораздо интереснее, чем когда он ведет программу про любовь. Но Константин Войч выбрал. Может, народу понравится. Я очень спокойно к этому отношусь. Жмонецкий, не нравится, отойди, елки-зеленые. Что ты все стараешься мир переделать? А вы слушаете коллег певцов сейчас? Как-то специально? Специально нет. Меня сейчас зовут. В жюри сейчас собирается какая-то новая большая национальная премия по музыке. И я в отчаянии, потому что надо быть в курсе. Там одних номинаций 16 штук, значит. Я понимаю, что я большую часть этой музыки не слушаю. Просто мне это неинтересно и некогда. И как можно судить то, о чем ты не имеешь представления, я пока не понял. А вообще современная музыка? Вот какие-нибудь новые альбомы, которые появились в последнее время, и вас это прямо задело? Ну, в мире очень много джаза современного хорошего. И вообще такое количество того, что записано вчера, позавчера, 30 лет, 40 назад, 60 лет назад. Что это еще слушать и слушать, копать и копать. Вы себе не представляете, сколько накопилось у человечества хорошей музыки. По сравнению с тем, что делается сегодня, на мой взгляд, это гораздо более интересная музыка. Гораздо более человеческая, более живая. Но она в общем доступе находится. Садись и слушай. Роман Саратов спрашивает, кто из молодых музыкантов вам нравится, если есть такие? Про Марио, пожалуй. Вот он умудряется абсолютно честно сохранять природный оптимизм. Неделанный такой. У них очень светлые песенки с очень хорошим юмором и очень музыкальные. Еще кто-то? Ундервуд. Зарубежное что-то, нет? Из зарубежных ничего свежего я не слышу. Понимаете, прибегают молодые люди, говорят, вот команда, вот же новый звук. Я думаю, господи, ну не слышали они Кинс. В 67-м году. Ну это же все оттуда ноги. Первоисточникам всегда интереснее. Наш слушатель Саратов спрашивает, а УЗИ Озборн вам нравится? Нет. Не нравится? Нет. Вован из Саратова. Вы получили ответ на свой вопрос. Завидую вашей самодостаточности, пишет. И Владимир спрашивает, занимаетесь ли вы до сих пор дайвингом или перешли на подводную охоту? Я сам дайвер. Спасибо. Я совмещаю одно с другим. То есть, конечно, я не охочусь, когда я с аппаратом куда-то иду. Но вот на Кубу поеду уже, наверное, четвертый раз или пятый в конце декабря. Ну, чудесное там место такое. И пока она необратимо не изменилась под влиянием американцев, очень хочется застать еще остатки той Кубы, которую я люблю. А социальные сети вас не привлекают своими возможностями поделиться, рассказать? Прямо активно-активно ими пользоваться? Я это делаю. Я в Фейсбуке пишу иногда, если что-то меня переполнило. В Фейсбуке это все-таки ограниченная площадка. Там и пользователи определенные. Даже, вы знаете, что делятся те, кто пользуется Фейсбуком, те, кто пользуется ВКонтакте, они как-то вообще не пересекают. Очень возможно. Сайт какой-то сайт. Тело в сайт у меня есть. Есть и мой сайт, есть и машинский сайт. Раскручивать. Интернет – чудовищный пожиратель времени. Я прихожу домой, на письма ответил полчаса. Думаю, дай в Фейсбук зайду. Чуть-чуть посмотрю, что там. Еще час фигак. Я думаю, господи, я бы мог хорошую книжку почитать в это время. Ну, что я сижу с этой ерундой? Фейсбук – пожиратель времени. Заканчивается наш эфир. Давайте еще напомним для ваших поклонников, когда у вас состоится ближайший концерт в Москве. Концерт состоится 22 числа. Через 4 дня. В Градском холле называется «Концерт для своих». Там очень уютный зальчик на 600 мест. И, мне кажется, там будет очень домашняя атмосфера. Вот, с машиной мы будем играть. И новые, и старые. То, что всех зову. Какая любимая у вас марка гитары, спрашивает Олег. Это важно, мне кажется, нужно обязательно сказать. У меня, я люблю Гибсон, и я люблю Телекайстер Фендер. У меня много вообще гитар. Ну, вот это две любимых фирмы, скажем. Это был Андрей Макаревич.